Время милосердия. В мире насчитывается более 200 видов онкологических заболеваний. При этом ежегодно регистрируется 200 тысяч новых случаев только у детей. В настоящей борьбе за жизнь каждого ребенка участвуют не только медики, но и сотрудники благотворительных фондов и добровольцы. Так фонд Инсан совместно с фабрикой праздника Сурена Саркисяна устроили юным пациентам детской республиканской клинической больницы имени Кураева веселую акцию «Подари детям улыбку». На пути к выздоровлению необходимо не только правильно организовать лечение, но и обеспечить надлежащий уход и психологическую помощь пациентам. Отделение онкологии и гематологии – это отделение, где лечатся дети с тяжелыми, порой фатальными заболеваниями онкологическими и тяжелыми заболеваниями крови. Такого рода праздники, которые у нас периодически бывают, они позволяют детям психологически разгрузиться, забыть, что они в больнице. Дизайн нашего отделения, вот эти вот красота, которая их окружает, это тоже было сделано с целью, чтобы больные, которые долгое время находятся, они где-то почти 7 месяцев в нашей клинике получают тяжелую терапию. «Все, чтобы их как-то психоэмоционально разгрузить. Благотворительный фонд «Инсан», который постоянно рядом с нами, который оказывает нам помощь спонсорскую, мы очень благодарны. Асиат Олеговна, руководителю этого благотворительного фонда. Мы очень благодарны Карену Суреновичу, которая возглавляет фабрику праздника, и это не первая акция». Сложнее всего с психологическим состоянием детям. Маленькие пациенты не всегда понимают, почему им приходится испытывать сильную боль. Редко общаться со сверстниками и проводить много времени в больницах. «На сегодняшняя наша акция называется «Подари детям улыбку». Совместно с благотворительным фондом «Инсан» мы привезли сюда актеров, персонажей, поиграли с детьми, повеселили немножко. Самое главное – вызвали на их лицах улыбку. Мы подарили им подарки от благотворительного фонда «Инсан». Я думаю, сегодня день мы прожили не зря. По нашей практике многие другие представители организации, бизнесмены будут навещать. У нас очень много больных детей в республике с различными заболеваниями, с различными недугами. Фонд «Инсан» совместно с фабрикой праздников провели мероприятие, чтобы как-то разбавить больничную атмосферу, порадовать детишек. Мы периодически устраиваем подобные акции, и это не последняя акция, и в будущем также мы будем проводить подобные акции. Каждый ребенок, запертый в больнице, имеет свои заветные желания. И каждый из нас может попытаться их исполнить, подарив немного радости, которой так не хватает этим детям. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала.